Всем привет! Сегодня хотела поделиться с вами своей беспокойностью состоянием дел в нашей Омской области вспышкой птичьего гриппа. Уже в семи районах Омской области объявили птичий грипп, что очень-очень меня волнует и огорчает. Ранее я вам говорила о том, что у нас произошла вспышка птичьего гриппа, но это было только в трех районах. Сейчас это уже у нас в семи районах. И этот птичий грипп, вспышка, полностью окружила город Омск со всех районов. И с юга, и с востока, и с севера. Если вот речь идет о наших районах, Полтавский, он находится на юге, Нижнеомский, на востоке, Крутинка, Большеречья, Тюкала, Саргатка, находится на севере, в треугольнике, в одном общем. Кормиловка находится рядом со мной в 50 километрах. Я живу в Омском районе Омской области. Вот такая вот печалька. Ну что, естественно, проводятся мероприятия организационные, Министерством сельского хозяйства. И рекомендуют они, чтобы население держало свою птицу строго в безвыгульном содержании на своих подворьях. Собственно говоря, я уже даже и без рекомендаций Министерство сельского хозяйства в предыдущем видео озвучила эту меру безопасности. Я и так знаю, что это такое страшное, страшное это заболевание. Поэтому уже говорила о том, что нужно закрывать, у кого есть такая проблема в областях, нужно закрывать свою птицу на безвыгульное содержание. Но безвыгульное содержание, конечно, всю птицу невозможно, на безвыгульное содержание всю птицу невозможно посадить. У меня вот в данный момент безвыгульно содержатся только куры. Куры содержатся под крышей, выгульная площадка, у них за сеткой. Но как бы я эту сетку не закрепляла, как бы я там уже не замуровывала все дырочки, лазейки, один, два и три воробья обязательно там туда залетят. Я уже не знаю, в какое место они залетают, эти проныры. Вот тебе и безвыгульное содержание, да? Когда не мы можем не выйти, но к нам прилетят. Вот такая печальная история. А эта печальная история принесла людям убытки, которые, конечно, будут возмещаться, но не в полном объеме. Потому что убытки в чем заключаются? Естественно, в том, что у нас эта птица изымается и уничтожается. И на сегодняшний день в Омской области уже домашняя птица уничтожена общим весом свыше трех с половиной тонн. Представьте, народ весной купил эту птицу, выненчил ее, и в августе месяце уже готовую к тому, чтобы это мясо попало в холодильник, либо и дальше потом на стол из холодильника, вся эта птица ушла, коту под хвост называется. Ну, какие делают выводы наше министерство сельского хозяйства? Они сделали выводы, что мы, все наши поголовья, все наше население неправильно содержат птицу, потому что организовывают выгулы поблизости с дикими птицами. То есть вся проблема в самих нас кроется, потому что мы ничего не умеем организовывать. Птицу свою нужно держать в своих дворах, в закрытых вольерах желательно, чтобы она не бродила и не болталась с дикой птицей. Печалька, конечно, у меня сейчас в данный момент только практически из-за уток. Ну, почему только из-за уток? Из-за кур, конечно, тоже. Потому что куры у меня все-таки в закрытом помещении, а уток моих я никуда не смогу запереть, потому что их очень много и размещены они у меня на весну и осень и на лето в теплице. Теплица размером 3х6 и 60 и более голов у меня взрослого поголовья. Малыши-то, понятно, сидят в заперти. А вот взрослые утки у меня на улице. Конечно, они контактируют с воробьями. Их, этих воробьев, не знаю, как их можно истребить, истреблять, и вообще нужно их, потому что это тоже круговорот такой, что и воробьи нужны для того, чтобы уничтожать всяких жуков, пауков, личинок и всего остального. Хотя они с большим удовольствием поедают облепиху и малину и вишню, и что только они не поедают у этих воробьей. Какие они гады получаются. Гады-гады, и никак их из своего двора не выбросить. Вот такая у меня печалька, вот такая у меня беспокоенность. Ха-ха-ха. Желаю всем, чтобы эта печалька не пришла в ваш дом, чтобы вы свою птицу имели на столе, вкусное мясо от своей птицы, чтобы оно не попало в такие... в объятия птичьего гриппа. Всем пока! Всем пока-пока! Всем всего доброго и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok